Здравствуйте, на библейский портал Экзегет пришел вопрос, как воспитывать непослушных и невыносимых детей. Во-первых, если отец или мать называет своего ребенка невыносимым, это уже очень подозрительно. Возможно, что невыносимость вашего ребенка лечится просто любовью к нему. Его надо взять, посадить на колени, затискать, заобнимать, зацеловать, провести с ним много времени, показать ему, что он вам важен и дорог, и поговорить с ним о том, что для него интересно, а не для вас. Почти всегда детское непослушание и так называемая невыносимость лечится именно теплом, лаской, любовью. Но если и это не помогает, тогда, конечно, воля родителя должна быть применима, потому что она пока заменяет волю детскую. Ребенок пытается освоить свою свободу в отдельном своем мире, и это правильное движение, потому что Господь сотворил каждого из нас, чтобы человек жил самостоятельно, отвечал за свою жизнь и принимал в ней решения. Просто ребенок пока делает это уродливо, потому что он еще не готов понести всю ношу этой свободы. Важно ребенку давать постепенно пространство этой свободы и требовать от него ответственности за нее. Вот это важно. Важно уважать его в его свободе. И там, где это неразрушительно для него и для остальных членов семьи, или для кого-то еще, там ему эту свободу давать. А где разрушительно, там ограничивать и требовать ответственности. Не может ребенок вырасти счастливым, нормальным и даже волевым и крепким волею человеком, если его воля никак не ограничивается в детстве волей родителей. Не может. Вот многожды был свидетелем и слышал от других родителей следующее, что ребенок ведет себя невыносимо. Хамит, дерзит, не слушается, не убирает. Вот как нарочно напрашивается. Отец накажет его сильно, и после этого он не просто шелковый, а он производит впечатление на совершенно счастливого человека. Вот это удивительно. Все. Почему? Потому что в его мир вернулся порядок, который он сам не мог навести. Его характер пока можно сравнить с хрящиками. Это не кости. А кости, его характер, они пока у родителей. Пока родительская воля составляет хребет его жизни. Поэтому, если ребенок не чувствует родительской власти, не обязательно проявляемой в наказании. Совершенно не обязательно. Если он не чувствует этой власти, он несчастлив. Поэтому ребенку нужно, чтобы его ограничивали, чтобы его направляли. Тогда он и чувствует себя защищенным. Это, мне кажется, понятно даже и без чтения Библии. Но если мы относимся к воспитанию детей как верующие христиане, то мы понимаем, что это люди, которые даны нам на время для того, чтобы мы помогли им войти в Царство Божие. Это самая главная задача. А вторая задача — помогли им правильно прожить жизнь, не разрушив ее. И для этого, конечно, ими надо заниматься. И очень четко надо отличать родительскую любовь от человека угодия. Потому что если вы подарите своему ребенку новую планшету, оставите без родительского контроля домашний компьютер и включите Wi-Fi с интернетом на круглые сутки, ребенок какое-то время будет счастлив, вам благодарен. Но то, что произойдет в его душе, когда он наткнется на порнографию, на злобу, на какие-то ужасы в интернете, те искажения у личности, которые случатся, это будет злом. Поэтому, как известно, обязанность любой власти — это пресечение генерации зла. В том числе, если ты имеешь родительскую власть в своем ребенке, ты должен останавливать грех, который в нем разостаётся, а не потакать ему. Вот потакание греху ребенка — это есть человеку угодия, а настоящая любовь, как апостол Павел говорит, он уподобляет Бога отцу, который наказывает своего ребенка. Он говорит, отец, который любит своего ребенка, наказывает его. А который не любит и не наказывает, значит, ему все равно, что будет с душой ребенка. Поэтому это такой комплекс большой вопросов. Наверное, надо, может быть, почитать что-то о христианском воспитании. Но, по крайней мере, первое, что надо сделать, — это надо обнять ребенка и поцеловать его, чтобы он понял, что вы его продолжаете любить, несмотря на то, что он невыносимый. А потом уже всё остальное с ним делать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok